Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня я буду шить шорты. И опять меня выручает выкройка брюк Ника с сайта Вики Севс. Ссылку на выкройку я, как всегда, оставлю внизу под видео в инфобоксе. И сегодня по этой же выкройке я буду шить шорты. И сейчас расскажу, что я поменяла выкройки. Расскажу все подробнее и покажу. Для того, чтобы изменить выкройку, я сначала перенесла выкройку передней половинки брюк и задней половинки брюк на бумагу. Сначала определила длину шорт. Затем добавила на свободу 2 см по боковому срезу. И провела новую вертикальную линию от верхнего среза вниз. Также добавила 1,5 см по шаговому срезу. И также начертила новую линию. Вот такая получилась у меня выкройка. Выкройка состоит из передней половинки шорт. Также из задней половинки шорт. Одна деталь бачок кармана. Одна деталь мешковина кармана. И деталь пояса. Шорты я буду шить из трикотажной ткани. Это футер двунитка. Плотностью 260 грамм. Состав 92% хлопок и 8% эластана. Я уже шила из этой ткани костюм. У меня было всего 2 метра ткани. И мне хватило шить брюки. Также свитшот. И остались у меня небольшие кусочки ткани. Из которых я еще могу шить шорты. И всего, как я уже сказала, у меня на все это ушло 2 метра ткани. Теперь переношу все детали выкройки на ткань. Выкройка уже тонна с припусками. И вырезаю. Я уже вырезала все детали шорт. У меня получается 2 задних половинки шорт. 2 передних половинки. Также 2 детали бачок кармана. 2 детали мешковина кармана. И деталь пояса. Деталь пояса у меня состоит из 2 частей. Так как шорты я шью уже из остатков ткани. Поэтому мне немного не хватает. И я выкроила пояс из 2 кусочков ткани. Я уже продублировала срез. Теперь прикладываю мешковину кармана. Уравниваю срезы. Скалываю булавками. И стачиваю на верлоке. Стачиваю на одной и на второй половинке шорт. После того, как стачала, приутюжила припуск. Также немного подрезаю припуск на мешковине кармана. Теперь отворачиваю мешковину кармана на изнаночную сторону. И прокладываю строчку по лицевой стороне на ширину лапки. Теперь к мешковине кармана прикладываю бочок кармана. Скалываю по отметкам. Скалываю булавками по отметкам. И стачиваю на верлоке. Субтитры сделал DimaTorzok Карманы у меня уже готовы. Теперь беру переднюю и заднюю половинку шорт. Складываю их лицом к лицу. Скалываю по боковому срезу булавками. Также скалываю по шаговому срезу. И стачиваю на верлоке. Так. Субтитры сделал DimaTorzok У меня уже готовы две половинки шорт, теперь выворачиваю одну на лицевую сторону, вторая на изнаночную сторону, вкладываю одну в другую, скалываю по среднему срезу булавками и стачиваю на оверлоке. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь мне необходимо закрепить карманы к передней половинке шорт, прикалываю карманы булавками и прокладываю строчку на расстоянии 1 мм от края. Теперь я буду пришивать пояс к шортам, беру две детали пояса. Так как у меня не хватило на одну цельную деталь, поэтому она у меня состоит из двух деталей. Теперь скалываю по короткому срезу одну половинку с другой и стачиваю на швейной машине. После того как стачала, приутюжила припуск и разутюжила его в разные стороны. Теперь также скалываю пояс по коротким срезам и стачиваю пояс в кольцо. Также стачиваю на швейной машине и после того, также как стачала, разутюживаю припуски в разные стороны. Теперь беру резинку, меряю на себя, отрезаю нужный размер резинки и стачиваю резинку также в кольцо. Деталь пояса у меня по ширине такая же, как и ширина резинки, поэтому я поставила отметки на поясе, разделила пояс на 8 частей. Также разделила резинку на 8 частей, теперь вкладываю резинку вовнутрь пояса, пояс складываю изнаночной стороной вовнутрь, вовнутрь вкладываю резинку, прикалываю резинку по отметкам к поясу и теперь сметаю пояс вверху по верхнему срезу. Продолжение следует... Вот так у меня получилось, теперь буду стачивать пояс вместе с резинкой на ширину лапки от среза. Буду стачивать вместе резинку и пояс, а также равномерно растягивая. Пояс у меня уже готов, теперь прикалываю пояс по отметкам и равномерно растягивая пояс, буду притачивать на оберлоке. Также отключаю нож для того, чтобы не повредить резинку. Музыка 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 Вот так у меня получилось и теперь также необходимо приутюжить припуск на поясе. Теперь низ шорт обрабатываю на оберлоке, затем подворачиваю вовнутрь на 2 сантиметра, прикалываю булавками, а также приметаю и подшиваю двойной иглой. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok После того, как подшила, приутюжила подворот и отутюжила шорты. Такие получились у меня трикотажные шорты. Я думаю, что я буду активно их носить сейчас летом. Шить, как вы видите, шорты не сложно. Вы можете использовать любую другую выкройку брюк, ту, которая у вас есть. Смоделировать шорты также не сложно, поэтому шейте и у вас обязательно все получится. На этом все. Я хочу с вами попрощаться. Подписывайтесь на канал. Буду вам очень рада. Также заходите в мой инстаграм. Ставьте палец вверх, если вам понравилось видео. Буду вам очень благодарна. Пишите вопросы, если они у вас остались. На этом все. Я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok